Казанскому университету Уже стало обычным делом, что в КФУ приходят работать молодые специалисты, получившие дипломы в вузах из первой сотни мировых рейтингов. Это происходит потому, что руководство университета продолжает делать акцент на привлечении и закреплении младых кадров. И здесь еще, кроме того, реализуются очень интересные проекты, которые привлекают не только молодых ученых из России, но и из-за рубежа людей, которые получили степени ведущих мировых университетов. Для наибольшей наглядности в качестве примера стоит привести несколько интересных проектов. Например, ассистент кафедры геофизики и геоинформационных технологий Диляра Кузина занимается изучением космической пыли. Благодаря исследованию гостей из космоса можно будет выяснить, как наша Солнечная система перемещалась внутри галактики и как перемещалась галактика во Вселенной. Не исключено, что изучая горизонты, ученые найдут подтверждение того, что жизнь на нашу планету была занесена из космоса. Отчего только стоит исследование по изучению генов в развитии ангидробиоза, в экспериментах которого участвует комар-звонец. Данное насекомое интересно тем, что его личинка способна впадать в процесс почти полного высыхания организма. Смотрим, может ли этот ген участвовать в этом процессе. Имеет ли он роль какую-то в этом процессе или нет. Имеет ли он какую-нибудь активность в этом процессе. Итоги исследования помогут найти способы безводного хранения восстанавливаемой еды, биоматериалов, биообъектов, семян растений и всего того, что космонавты могут использовать во время полета, в том числе в экспериментальных целях. И самое главное, без невероятного количества электроэнергетических затрат, что в условиях космического полета бесценно. И таких не менее интересных проектов огромное количество. Каждая из них по-своему интересна и уникальна. Для многих из числа младых ученых КФУ стал местом воплощения амбициозных научных идей, реализация которых поможет ответить на глобальные вызовы человечества. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.